Так, всем привет дорогие друзья! И сегодня у нас такой обзор, не обзор, манение что ли про клавиатуру про клавиатуру от хвирмы Afortec, а именно их не этот самый Блоди серия. Маркирация у нас B880R. Это у нас механическая, механическо-оптическая клавиатура с красными свечами, с RGB или LGBT подсветкой. У нас тут имеются всякие режимы, мультимедиа, шорткаст, куча всякой шняги, которая нам в принципе пофигу на эту ерунду всю. Так, так, ну тут в принципе ничего особенного, но есть здесь одна очень крутая особенность, о которой я скажу чуть позже. Так, вот такая у нас коробка, как видим. Клавиатура среднего размера, ничем не отличается по своим габаритам от обычной офисной клавиатуры. Вот она у нас. Есть у нас здесь такая подложечка, типа под этот, под ладонь. Как видите, красные клавиши специально для игроманов, чтобы не перепутали свои любимые клавиши. Эти самые, WASD, QR, E, все дела, чтобы подбирать, переключаться между оружиями или перезаряжаться. Тут у нас еще клавиши переключения режимов сбоку есть. Она у нас настраиваемая, настраиваемая клавиатура с RGB подсветочкой. И блин, что сразу хотелось бы сказать из минусов данной клавиатуры. RGB подсветка, она конечно классная, она яркая, просто пипец. Но блин, когда вот так вот она стоит, как видите, она бьет по глазам тем, кто сидит или идет. Как у меня, допустим, стоит стол возле прохода, дверного проема вернее. И когда кто-то оттуда идет или там сидит, допустим, ему эта клава, значит, своими вот этими вот прожекторами бьет прямо по глазам. И она просто, видите, как мое лицо светится. Она светит так нормально. Ночью вообще, когда сидишь, у тебя потолок весь сияет. Прям, блин, переливается всеми цветами радуги. Но это же и плюс, потому что она очень яркая и в принципе все буквы, их очень хорошо видно. То есть ночью, когда сидишь, работаешь, дискомфорта по этому поводу вообще не ощущаешь. То есть перед тобой прямо вот вся раскладка. Ты сидишь нормально такой на расстоянии вытянутых рук, ну или они вот так у тебя лежат, когда-то ближе к столу сидишь, печатаешь. Тебе не надо наклоняться ничего, они не это самое. Предыдущая моя клавиатура, она тоже светится. И, блин, именно из-за подсветки я ее взял. Потому что ночью, ну, невозможно было нормально работать. Тебе светит монитор в глаза. И ты постоянно сидишь вот так вот, ищешь нужные тебе клавиши. То есть я еще не достиг того уровня, когда, блин, как это называется, слепое печатание и слепой набор текста, что ты не смотришь там и печатаешь. Но даже если ты ошибаешься, ты все равно иногда смотришь на клавиатуру, чтобы найти нужную тебе букву или нужный тебе элемент на клавиатуре. Это неудобно. Поэтому клава с подсветкой это однозначно плюс. По поводу звука клавиш. Клавиши звучат очень даже, я бы сказал, хорошо. О, приятно. Сейчас мы даже по... Прям вот как эта самая. Нормальная такая дорогая печатная машинка. Звучит она действительно классно. И приятно. Но она громкая. Кто бы там что ни говорил в обзорах, что она не сильно там этот самый. По звучанию, по ушам бьет. Вот ночью, когда, блин, посторонних шумов нету, реально она очень громкая. И, блин, это несколько напрягает. Особенно если, допустим, квартира у тебя небольшая. Ты как бы живешь не один. То есть ты мешаешь всем вот этим вот своим печатанием. Если ты просто печатаешь, да, можно приспособиться, чтобы нажимать тихо клавиши, чтобы это было не так громко. Но когда ты сидишь, играешь, понятно, делаешь вот это вот постоянно, блин, капец. Оно по ушам бьет просто пипец. То есть реально очень громкая клавиатура. Ну, в принципе, это не только к этой клавиатуре относится, потому что вся механика, она очень громкая. Это не мембранная там, где клавиши. Ход клавиш довольно тихий. Есть еще специальный silence серии там, которые еще тише. Но все равно звуки кое-какие издает. То есть эта клава довольно громкая. И как бы это выразиться? Нет смысла оценивать звучание по видео и по обзорам. Ни в коем случае не ориентируйтесь на обзоры. Лучше, если у вас есть возможность, пойдите в магазин и просто проверьте сами лично. Звук именно вот, насколько громкие механические клавиатуры. Потому что так, в принципе, по видео и по звуку из видео. То есть, ну, можете повторяюсь постоянно, да ладно, хрен с ним. Невозможно определить всю вот эту вот, как бы это выразиться, яркость звучания или громкость звучания. То есть, ну, потому что я по факту, когда смотрел обзоры, я ожидал, что будет одно, а приехала и она очень громкая. Поэтому как бы по обзорам ориентироваться не надо. Если есть возможность, поедите в магазин, найдите эту клаву или какую-нибудь другую механическую клавиатуру и проверьте лично, чтобы понять, подходит она вам или нет. И теперь переходим, наверное, к самой главной особенности этой клавиатуры. Клавиатуры, то есть, вон, что-то я, блин, этот самый. Это, блин, невероятно быстрый отклик клавиш. У нас здесь, получается, произведитель пишет 0,2 миллисекунды отклик. И я думаю, что, скорее всего, так и есть, потому что, блин, ну, реально, очень быстрый отклик клавиш. И когда сидишь... Я, когда в первый раз на ней начал играть, я, блин, офигел, потому что, вот, я привыкешь постоянно, ходишь, блин, в стороны, в стороны, там, двигаешься, прыгаешь, блин, то этот самый... То есть, здесь капец какой-то, ты, блин, в сторону клац, блин, а у тебя экран и улетел, и улетел, и ты такой сидишь вот так вот. Блин, ну, что происходит, блин? Не этот самый, пока привыкни, это просто капец какой-то, потому что реагирует реально на каждое, блин, малейшее нажатие, это просто вот прям молниеносно. Но это даже плюс, потому что, ну, привыкаешь-то быстро к этому, там, буквально пара вечеров, и я уже никакого дискомфорта не испытывал. То есть, это реально плюс, то, что отклик очень быстрый. Во-первых, тебе, у тебя есть возможность быстрее подбирать любые предметы в игре, допустим, перезаряжаться, там, переключаться между оружием, и вообще все действия выполняются гораздо быстрее. Даже в апоксе, когда я стартую, допустим, с десантного корабля, я специально проверял, смотрел, насколько быстро я стартанул, и примерно, ну, как, если, блин, брать на экране расстояние где-то, где-то вот так расстояние от противников у меня постоянно, то есть, я впереди. То есть, реально отклик очень быстрый, и стартую я быстрее всех. Как, блин, ну, я еще никого не встречал, в апоксе, по крайней мере, если мы стартовали с самого начала, чтобы кто-то стартанул быстрее меня. Я постоянно смотрю, мониторю, и вижу, что, да, реально отклик очень быстрый, стартуешь гораздо быстрее, предметы подбираешь быстрее, все происходит намного быстрее. То есть, реально очень классная клавиатура. Она качественно собрана, никаких претензий вообще по сборке нету, есть ножки под этот самый, под наклон. По поводу эргономики, ну, это субъективное вообще мнение, и, блин, моя клавиатура по эргономике приблизительно, вот, ну, я бы даже здесь сказал, приблизительно. Она, в принципе, один в один по наклону, поэтому по поводу эргономики я вообще не испытывал никаких трудностей. То есть, я когда кладу руку, у меня такое ощущение, как будто я клаву вообще не менял. То есть, у меня наклон тот же самый. То есть, вообще, привыкать даже к этому не пришлось. То есть, единственное, к чему пришлось привыкать, это к быстрому отклику клавиш. Также клавиши имеют такое некое углубление здесь. Оно не совсем такое, как у меня на клаве, потому что оно более такое плавное. Здесь оно с такими ромбами. Вот, но оно приятное. Оно приятное, я не сказал, что оно не углубленное, а нормально. То есть, тем более, что я уже некоторое время на ней поработал, поиграл, и я уже к ней полностью привык. То есть, я думаю, и вы тоже сможете. Очень быстро к ней привыкнуть. Это нормальная, качественная клавиатура. Как я уже сказал, отлично собранная. С очень яркой LGBT-подсветкой. С невероятно быстрым откликом клавиш. И что, блин, самый, этот самый... Сладкий! Это же ценник, блин! Это, получается, одна из самых дешевых механических клавиатур с очень яркой подсветкой и с невероятно быстрым откликом клавиш. Всего-то я ее купил за 2000, там, с копейками гривен она мне обошлась, короче. Ну, это с доставкой уже, 2050 чем-то там. Самую дешевую я нашел за 1700 с чем-то гривен. Вот. Но там я не взял, потому что, ну, как бы, магазин, блин, я заказал, они мне перезвонили аж хрен знает когда, когда я уже, короче, от заказа отказался. Блин, я заказал себе в другом магазине на 250 гривен дешевле. Ой, дороже, то есть. Ну, она мне пришла довольно быстро, я не ожидал, что быстро придет. И, в общем-то, это замечательно. Вот. Что касается, кстати, еще по поводу работы на этой клавиатуре, то тоже работа здесь нормально. То есть, блин, текст набирать одно удовольствие. То есть, вот этот звук приятный, когда сидишь, класаешь по ней, это, блин, просто обалдеть можно. И, блин, ну, ну, это надо почувствовать лично. Вот. Попользоваться такой клавиатурой, поклацать, чтобы ощутить вот эту вот всю, знаете, магию вот этого вот классного девайса. Потому что, ну, реально, вещь очень хорошая. И своих денег полностью стоит. Это, блин, просто, вот. Тем более, я вообще взял, у меня, получается, игровая поверхность, мышка и клавиатура от одной фирмы. Блоди, вот. Мне никто не засылал, я это купил за свои личные деньги. Вот. Просто потому, что девайсы, скажем так, цена-качество. Они реально гораздо дешевле, чем у конкуренты и качество не хуже. Но о них там потом позже. И о мышке, и об игровой поверхности, кстати. Классная вещь. Вот эта вот игровая поверхность. Это не совсем коврик. Дело в том, что она состоит полностью из пластика. Ну, да. Сегодня не о ней. О клавиатуре говорим. Так, ну, самое основное еще. В принципе, что хотел, я сказал. И, блин, по характеристикам, я думаю, особо пробегаться не буду. Ну, затянется видео просто пипец. Можете глянуть на сайте, там и размеры написаны, и другие описания технологии и прочего. Я лично же рассказываю свои собственные ощущения и эмоции от этой клавиатуры. Потому что меня она полностью устраивает. То есть, она реально по цене очень сладенькая. Очень быстрый, как я уже сказал. Блин, я уже 150 раз повторяюсь. Ну, как я уже сказал. Быстрый отклик клавиш. Она очень яркая. Есть разные режимы подсветки. Кстати, подсветка здесь переливается вот таким вот образом. Ну, ее можно настраивать, там и другие цвета есть. Можно выставлять так, как вам нужно. Можно вообще, чтобы она просто белым светилась. Яркость подсветки также регулируется. Без проблем просто зажимаете клавишу FN. И, соответственно, вот эти вот вверх-вниз, это у нас регулировка яркости клавиатуры. Вот. Это, кстати, решение проблем. Ну, небольшое решение проблемы. Потому что все равно видно свечение на потолке, даже если у вас яркость на минимуме стоит. Так что, такая вот у нас видосина про клавиатуру сегодня была. Вот. Если есть какие-то вопросы, задавайте. Может, я что-нибудь упустил. Если что интересует, обязательно пишите в комментариях. Так что, всем спасибо за просмотр. До новых встреч. Пока.